Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 3 марта 2020-го вторника. Как я обещал вам вчера, сегодня мы будем говорить о экономике в последствиях для нашего фондового рынка коронавируса и о турецко-сирийском конфликте в Иглибе, который развивается по полной программе. Есть у него промежуточные некоторые точки, которые надо осветить. И все с нетерпением ожидают встречи Путина и Эрдогана в четверг в Москве. В общем, есть тут много, наверное, что сказать. Мы поговорим сегодня и я думаю, что завтра уже мы вернемся к израильской ситуации, когда более четко будет ясно, сколько в итоге кто набрал мандатов. Потому что пока состояние коалиции под вопрос будущей коалиции. Будет она, не будет она, потому как требуют серьезные действия страны. Это не я, но об этом мы завтра поговорим. Ну и, естественно, осветим завтра же результат сегодняшних супер-тюзды, да, супер-вторника, который выборы в 15 штатах, которые проходят сегодня в демократической партии, которые определяют, кто же в итоге, скорее всего, станет прецедентом на пост президента, получит номинацию в демократической партии. Но это завтра, потому что сегодня результатов мы, скорее всего, еще не узнаем. По крайней мере, даже к завершению этой программы эти результаты еще совсем никак не будут известны. Вот такой план на сегодня, друзья. Напоминаю, что вы можете написать 347-4600-0877, 347-4600-0877, смс-портал прямого эфира. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк Мэм Филадельфия, Аппликацион, iHeart, Везде в нации и все остальные, кто слушает меня на Саундклауде или смотрит на Ютуб в любой точке земного шара, ищите меня в Фейсбук, Твиттере, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Все мы видели страшное ралли для тех, кто играет на бирже и для тех, у кого есть планы, я имею в виду пенсионные планы, которые, естественно, разные фонды размещают в стаке, разные портфолио. Я уверен на 100%, что те, у кого такие планы есть, заметили, как количество их денег, которые отложены, в принципе, на пенсию, должны были бы быть, по идее, как они начали таять, достаточно активно, потому как все, что вся истерия, связанная с коронавирусом, уже стоила американским бизнесам где-то 450 миллиардов долларов. Американской экономике в грубом подсчете больше двух триллионов долларов. Все вместе, да, все, что маркет стер за прошлую неделю, больше 10% он потерял. Вчера он отыграл 1300 поинтов, и как будто бы большую часть того, что он проиграл, он смог отыграть, но сегодня как бы все вернулось опять, причем ситуация стала, на мой взгляд, еще хуже, чем была, я объясню почему. Потому как все время говорились серьезные важные вещи о том, что как бы и Федерал Резерв готов предпринять акцию специальную, вот, и вообще президент готов, все, короче, на страже, и Европейский Совет, и Ю готов, сегодня даже был конференц-кол между нашими финансовыми, как бы, Мнучином и европейскими министрами финансов Европейского Союза. В общем, и все ожидали, что будут какие-то серьезные действия предприняты, и фискального характера, и облегчающие всяческие, снимающие всяческие тарифы, например. Про тарифы мы еще отдельно поговорим во всей этой ситуации. Была серьезная статья в это воскресенье позавчера, Эдиториал Борд, да, редакторского совета Остер Джорнал, о том, как Трамп должен сегодня себя вести для того, чтобы показать настоящие лидерские качества, вот, потому как разговоры о том, что это скоро пройдет, мало успокаивает инвесторов, потому как нарушение в цепочке поставщиков, которые самое главное, да, разрушение в supply, chain of supply, это самое главное, что беспокоит сегодня инвесторов, они никакими фискальными мерами, в принципе, не могут быть починены. И для того, чтобы какую-то уверенность в инвесторов внушить, нужно для этого сделать определенные действия, которые не фискального характера, а больше характера отмены всяческих тарифов, но об этом я еще чуть позже скажу. В общем, сегодня Феды обнародовали, господин Пауэлл, чермен на Федеральном резерве, обнародовал экстренное уменьшение ставки по федеральному кредиту центральному на целых полпроцента, и это впервые такое было сделано, я уверен, что вы из новостей это услышали, впервые такое действие было сделано с 2008 года, с того кризиса в Прэдди Мэкф, который обрушил мировые финансовые рынки сильно, и вот с того времени такого драматического мгновенного снижения, до очередного, кстати, ведь Фед должен был собрать на свое совещание, большую встречу, по-моему, на следующей неделе, и это была очередная, которая раз в полгода проводится, они даже не стали этого ждать, и вырезали, короче, взяли и понизили ставку на полпроцента, что в принципе должно было попростой говорить, попростой, да, когда биржа идет вниз по каким-то причинам, которые находятся в территории знания людей, давайте скажем так, я надеюсь, что я понятно сейчас застесняюсь, то есть, когда, грубо говоря, аналитики рынка фондового могут прогнозировать, когда они знают, во что в итоге это может вылиться, исходя из опыта предыдущих таких кризисов, тогда подобные действия обычно они влекут за собой бычий рынок, да, то есть начинается восстановление позиций, и рынок выходит из того состояния, которое называется коррекшн, напомню для тех, кто не знает, напомню для тех, кто знает, но забыл, коррекшн рынка, да, его как бы исправление рынка, это ситуация, в которой он теряет больше 10%, то, что на прошлой неделе с нами со всеми произошло, Нью-Йорк Старк Ищенч потерял, Дал Джонс потерял больше 10% своей величины коэффициента торговли на бирже, и это называется коррекшн, да, называется исправление, так вот, обычно из этой ситуации легко выходить, когда четко понятно причины того, что это вызвало, и какова будет дальнейшая траектория подобных факторов, а когда неизвестно, да, то получается то, что сегодня получилось, сначала маркет, рынок в ожидании вчера того, что феды будут резать ставку, отыграл немало, вот, и все так уверенно звучали, и президент уверенно звучал, вот, все звучали уверенно, что ничего страшного, как бы все, мы разберемся, это мы отыграем все назад, без паники, спокойно, шаг, уже никто никуда не идет, премаркет, да, то есть та информация, которая возникает до того, как рынки открываются, сегодня в 6 утра, где-то в 6.30 я проверял, и там было написано, что ожидания на сегодня негативные, да, что, скорее всего, с открытием торгов рынок пойдет вниз, все показатели Дау Джонса резко пойдут вниз, и так оно и случилось, он сначала попер вниз, причем прилично попер, где-то 285-300 пунктов он потерял в течение первых 45 часа, 45 минут одного часа, после этого феды объявили о том, что они, да, это экстренное понижение ставки предпринимают, и он пошел вверх, и все думали уже, что вот, ну, слава богу, да, он даже зашел в 300 плюс в итоге, в зелененькое зашел, но потом побежал-побежал вниз, и сейчас к концу торгов, да, уже все вроде, торги закрылись, биржа закрылась, сейчас 4.26, почти 800 пунктов в итоге он потерял с момента открытия сегодняшнего дня, то есть в красной зоне находится минус 800 опять, и это очень плохо, теперь я объясню, почему это очень плохо, потому что, и кстати, когда господин Пауэлл, глава федерального резерва сегодня говорил о том, что, ребят, вы должны понимать, что у любой фискальной меры, то, что мы делаем, фискальная мера, да, простите, монетарная, у любой меры монетарной палосы, да, есть определенное, то, что может эта мера сделать, и то, что она не может сделать, мы не можем, как бы мы не резали ставку федерального кредита, как бы ее не понижали, мы никак не можем подчинить то, что называется нарушение цепочки поставок. Мы никак не можем этого сделать. Потому как из-за того, что целый месяц главные порты Китая фактически были закрыты, потому что производство не было возобновлено Китаем в полном объеме, а теперь еще и в Южной Корее. Вот. Из-за всего этого явно совершенно товары, которые должны были быть отправлены, не были отправлены. И каковы последствия всего этого дальше, пока никто не может посчитать. О чем, кстати, сегодня на конференц-коле Большом. На большом разговоре между Смнучином и министром финансов Европейского Союза это тоже прозвучала мысль, что мы пока не понимаем, во что это вливается. И как только такие вещи проскакивают, инвесторы начинают нервничать. Плюс все, как один аналитики рынка, говорят, что рынок остается очень волатильным. Поэтому всех предупреждают инвесторов сейчас очень опасное время, оно волатильное. Это волатильность, а мы знаем, что деньги любят тишину, вы понимаете. Люди в такой ситуации, естественно, логичным способом пытаются что сделать? Бежать в более безопасные места. Золото является самым безопасным местом. Ну, из прошлой практики человечества, по крайней мере, поэтому золото, естественно, в такой ситуации будет расти. Вот нефть и другие коммандитис, да, то есть товары, сырье будет падать, потому что спрос на сырье будет падать, если производство не оклемается от того, что называются последствиями коронавируса. И даже неизвестно так же, как будет траектория дальше развиваться. Учитывая, что в самом Китае вроде бы реально все уже под контролем и количество новых заражений драматически упало, но есть Южная Корея, в которой количество заражений очень большое, есть Иран, в котором количество новых кейсов очень большое, есть Италия. Короче, и он приобретает характер как бы мировой проблемы, да, пандемии, хотя официально, я так понимаю, что пандемии он не объявлен. И даже если мы скажем, что основная масса как бы заражаемых людей вылечивается, есть достаточно большой, ну, приличный рейд, 2,3 процента смертности, это достаточно приличный рейд. И так как пока вакцины нет, и непонятно, что с этим делать, и, то есть, обычные молодые, здоровые люди, они, конечно, вылечиваются, но пожилые люди, люди, у которых есть прекондишн, то есть какое-то еще заболевание к моменту заражения микроновирусом, они в группе риска сильного находятся. Вот, ну и опять же, так как очень сильно страдают компании, авиаперевозчики, очень сильно страдает туристический бизнес, то есть много последствий, все эти последствия очень сложно сейчас прогнозировать на будущее, и сосчитать потери сегодня пока никак нельзя. Ну, естественно, что акции авиакомпании и производители самолетов падают, я об этом и в прошлой программе посвященном коронавирусу говорил. Короче, ситуация непростая. Это первый момент, который влияет на биржу. Естественно, без сомнения, на биржу влияют американские первичные выборы в демократической партии, потому как очень нервничают ребята, когда слышат Сандерса. Это правда так. Сандерс, да, влияет на биржу, когда он говорит то, что он говорит, это, мягко говоря, не вселяет в инвесторов никакой уверенности, понимаете? Потому как если вдруг возникает вопрос о том, что могут подниматься налоги, да может быть более серьезные регулирования Уолл-Стрит, есть много, да и вообще демократические кандидаты настроены на более серьезное регулирование Уолл-Стрит, даже Блумберг. Кстати, некоторые вещи говорил, которые показывают, что если он будет заниматься Уолл-Стрит, если он станет президентом, то тогда он будет заниматься большим регулированием биржи. И это бирже не нравится. Вот, инвесторам это не нравится. Трамп, кстати, как раз сделал много для того, чтобы крупным корпорациям облегчить жизнь. С одной стороны, это как бы, наверное, никак не касается среднего класса и бедных людей, тем не менее, в любом случае, когда корпорация зарабатывает больше денег, дождем сверху проливается на всех. Потому как она нанимает больше людей в итоге, да, не увольняет, по крайней мере, людей в итоге. То есть занятость как бы увеличивается в любом случае и, по крайней мере, не уменьшается. Это уже хорошо. То есть, все равно, так как система у нас вся, она подобна системе сообщающих сосудов, и если где-то вы что-то добавляете, то это добавляется дальше по этим трубочкам, по капиллярам. Это денежка спускается ко всем остальным. Понимаете, это везде так, в любой экономике так. То, соответственно, когда вы пытаетесь облагать налогом или излишне регулировать какую-то отрасль или какой-то бизнес, в итоге вы уменьшаете прибыль этой отрасли, этого бизнеса. Соответственно, это вызывает цепную реакцию дальше, когда именно начинают страдать. В итоге, в самой, внизу этой цепочки, да, продовольственной, грубо говоря, да, все кого-то едят, вот, в конце в самом страдает, естественно, самый бедный человек. Ну, так по-простому. Не всегда оно так работает, но тренд такой. Теперь, смотрите. Это очень важные моменты, потому что, да, ну, опять же, с торговой войной не совсем все понятно. Теперь Wall Street Journal, то есть, с одной стороны, мы подписали соглашение с Китаем, первую фазу. С другой стороны, как его сейчас исполнять, когда такая ситуация, надо как-то экспорт американский в Китае сейчас увеличить, какие-то тарифы, допустим, снять. Теперь Wall Street Journal в воскресенье публиковал серьезный материал. не очень большой, кстати, вы можете его прочитать, editorial board опубликовал этот материал, и они говорят, что президент сейчас должен проявить очень важные качества лидерские и должен показать, что на самом деле будет все, что нужно, сделано для того, чтобы обеспечить каким-то образом более свободный поток товаров сейчас. И нужно как-то стимулировать экономику, кроме того, как понижать ставку по кредиту, потому что понижение ставки по кредиту в краткосрочку, в принципе, не может работать для реальной экономики. Для реальной экономики это работает только в долгосрочном плане, потому что это, в принципе, просто день, который вы одалжите, становится для вас дешевле, который вы потом будете переодалживать, я имею в виду крупные банки, они будут переодалживать деньги, передавать их в виде кредитов, в виде моргиджей и так далее, и так далее, в виде кредитов на застройки, например, в виде кредитов на постройку предприятий. То есть это на скорую не работает, это долгие деньги, понимаете, это занимает цикл, это возвращение, короче, занимает какое-то время, приличное время. Поэтому, естественно, это просто служило как бы успокоительной такой пилюле, которая не очень хорошо сработала, потому как есть другие факторы, которые перевешивают положительные последствия понижения такой ставки федерального кредита. Короче, надеюсь, что я понятно объяснил, почему то, что сейчас с маркетом происходит, скорее всего, может и продолжить происходить. Нужны какие-то более решительные действия, ну и в принципе надо панику бы как-то успокоить, потому что то, что сейчас происходит, мне напоминает реально панические настроения у людей. Всегда нужно помнить, сейчас я обращаюсь к тем, у кого, кто играет в долгую на бирже, кто слышит меня, всегда надо помнить, что если не паниковать и спокойно дождаться, когда маркет пойдет наверх-назад, то все, что вы сегодня потеряли, вы отыграете рано или поздно. В итоге умение ждать, оно в итоге побеждает и в итоге вы заработаете больше, чем сейчас потеряли. Грубо, да? Ну, по крайней мере, одна эта мысль должна нас всех греть. Есть же как бы стаки, есть и блю-чипс, которые все равно рано или поздно опять начнут зарабатывать, правильно? Мы же понимаем, что Google, Apple, Microsoft, вот, и много еще кого, и General Motors, General Electric, да, есть блю-чипс, есть сырье, ну, опять же, я не финансовый аналист, я не могу давать вам никаких советов, но главное, что я могу вам посоветовать, не паниковать сейчас, потому как пока рынок волатильный, тем более действия предпринимать не желает, но потом будете жалеть. В общем, ну, если у вас есть аналитика, посоветуйтесь. Теперь, давайте перейдем к войне, потому как это экономический момент. Будем надеяться, что коронавирус не заставит нас реально прекратить путешествовать и закрыть всяческие аэропорты и сесть на карантин. Уже многие города на карантине просто. Вот Милан, несчастные уже миланцы хотят скорее уже, скорее уже прекратить этот карантин, например, да, как бы дело до бунта не дошло. Значит, в Израиле, кстати, сейчас вентилируется идея, что те, кто из Америки прилетает, надо вешать, ставить на карантин, потому что в Америке стало много новых кейсов. Вот, министерство здравоохранения Израиля сказало, что такие разговоры ведутся, но решение пока политического не принято, а его нет. Будем надеяться, что у них в голову в итоге они такую вещь не решат, потому как это уничтожит туристическую индустрию. Американцы очень много в Израиль приезжают, а может быть, очень нехорошо везти. Но они пытаются тоже, как бы, контролировать распространение болезни, это понятно. Все делают то, что они могут делать. Значит, давайте теперь про Лидлип. Мы увидели, как Эрдоган начал операцию реально на выходных. За последние несколько дней было сбито три ассадовских самолета, сирийских самолета. Значит, ассад пытается, главное, да, главная битва идет, на самом деле, за Саракиб. Город, в который сливаются два хайвея. Один, который называется М4, и который идет из Алеппо в Латакию, и второй, который называется М5, и который идет из Алеппо в Дамаск. Короче, два хайвея. Ну, хайвея это громкое такое слово, хайвей, но я видел. Ну, дорога, да, дорога, хайвей. Не в американском понятии. Короче, хайвей. Город Саракиб периодически переходит из рук руки. Когда осад продвигается вперед, оппозиция, ну, точнее, ну, да, сирийская оппозиция, поддержанная турками, идет в контрнаступление. Были разные моменты, были бомбардировки сирийской авиации и турецких позиций, были убиты турецкие солдаты в большом количестве. Гробов уже достаточно много, Эрдоган получил. Только на той неделе был убит 30-30 турецких военнослужащих, что, конечно же, показывает ему стоимость всей этой кампании, которая мгновенно может стать такой, что он не сможет ее переносить. Он это все время держит в голове, поэтому все его разговоры о том, что он и продолжит свою военную операцию, они немножко блеф. По моему мнению, и по мнению некоторых военных экспертов российских, которые эту тему поднимают. С другой стороны, есть вещи, которые он точно совершенно не может допустить. Он не может допустить того, чтобы Ассад взял всю территорию провинции Идли под свой контроль, и он будет тому сопротивляться активно. И уже показал. Так. Одновременно идет другой трак, он пытается у американцев получить патриоты у нас. Туда приехала наша делегация во главе с нашим послом Организации Объединенных Наций, с Келли Крафт, и одновременно с представителем специального президента США по Сирии Джеффри. Они сегодня осмотрели эти лагеря беженцев, были на турецко-сирийской границе. Наш ООНовский посол объявил, что они дают еще 108 миллионов долларов для помощи беженцам, что они очень озабочены тем, что происходит, что опять же, Ассад при поддействии и присодействии России и Ирана совершает криво-военные преступления, это все понятно. То есть, как бы, этот разговор он постоянно идет. Но ракеты, короче, Петри, это пока на обсуждении. И вроде бы так не выглядит, что Америка хочет их подставлять. Ну, как бы Эрдоган попал в собственный капкан, который он выставил. Да, с одной стороны ты покупаешь С-400, с другой стороны ты просишь американской военной помощи. Это немножко странно. Вот. Поэтому, что, в принципе, что ему было сказано, что и Ф-16, которые у тебя есть, и так неплохо работают. Мы видели, как ты бомбил сирийские позиции, вроде бы. И даже то, что Россия закрывает, как бы, все сирийское пространство воздушное своими ПВО, никак тебе не помешало. Отбомбился-то неплохо, сказали ему американцы. В общем, динамика сегодняшних отношений между нашими представителями, там, американскими на турецкой границе и Эрдоганом, она вот отражает, в принципе, общую проблему в отношениях с США и Турцией сегодня. Если ты хочешь быть с нами, ты будь с нами. Но тогда ты должен делать то, что мы тебе говорим. Как бы, все очень просто. Если ты хочешь вести самостоятельную внешнюю политику, тогда ты не можешь быть с нами 100%, и мы не можем быть с тобой 100%. Ты хочешь быть с нами на 20%, и мы с тобой будем на 20%. Это же как перед зеркалом, да? Какое ты в зеркале лицо сделаешь, такое он тебя из зеркала посмотрит. Ну, опять же, с одной стороны, Эрдоган понимает, что у него есть определенные выгоды от продолжения взаимодействия с Россией, и наверняка, по оценке многих российских экспертов, Кирилл Семенов, например, пишет, что, Вальмонитор пишет, что вряд ли господин Эрдоган не может не понять, что он не сможет выбить осады на те линии, которые были до того, как он начал эту операцию в нарушении соглашения о прекращении огня. Асад, кстати, говорит при этом, что он воюет с террористами, что тоже правда, потому что Хаят Ахриад Шам там присутствует. Вот. И они, да, террористы, никто с этим спорить не может. А оппозиция? Нет никакой оппозиции, есть только террористы, что, естественно, неправда, есть и оппозиция. Но осады это не волнуют, и опять же, это официальное заявление, которое мы в ООН от сирийских представителей услышали, что мы воюем там с террористами. И спорить с этим сложно, и с террористами как бы они тоже воюют, понимаете? Да, это не все правда, но частично это да, правда. При этом, конечно, военные преступления совершаются, потому как бомбардировки происходят, мирные жители гибнут, без сомнения, огромная крыша людей убежала, условия, в которых они сейчас на турецкой границе находятся, невероятно. К всему этому добавляется еще один твист в виде того, что Эрдоган открывает границы, но об этом мы, я думаю, во втором сегменте поговорим немножко. По отношению Эрдогана с Европой, что там происходит, это просто цирк. Короче, главное, что я хочу сейчас сказать, это важно сказать. На четверг, послезавтра, Эрдоган летит в Москву, он хотел, чтобы встреча была в Анкаре, Путин, видимо, сказал нет, и сам факт того, что Эрдоган летит в Москву, показывает, кто здесь главный во всем этом разговоре. Значит, ну, по крайней мере, для российской стороны это показывает, Эрдоган, может, это так и не видит, или, по крайней мере, виду этого не придаст. Значит, говорят эксперты российские, что ситуация созрела сейчас для компромисса. В том плане, что есть те, кто говорит, что, скорее всего, будет война между Россией и Турцией, я бы хотел их головы сейчас охладить. Мне не представляется. Это сегодня наиболее вероятным сценарием. Теоретически все возможно, конечно. Да, я вам Ходоренко цитировал, что должно произойти, чтобы Россия такую войну выиграла. И не дай бог подобное развитие событий. Но оно, конечно же, все понимают, что не могут два игрока, одна ядерная держава, постоянная член Совбеза, и другая неядерная держава, начать подобную игру, не понимая, что последствия могут быть катастрофическими. И так как и та, и другая страна хотят быть респанцами, ответственными игроками, без сомнения. И особенно Россия в данном случае. Вот. И также все понимают прекрасно, что... Эрдоган, по крайней мере, понимает прекрасно, что он все-таки возглавляет демократию, пусть уже не до конца либеральную демократию, и он просто, если что-то пойдет не так, а есть много чего, что может пойти не так в случае продолжения этой войны, он просто потеряет власть, потому как народ просто не будет терпеть такое количество гробов, это может оказаться для него самоубийством, продолжать такую войну, что компромисс назрел, да, но мешать осаду забрать весь адрипп он может. И он будет это эффективно делать, как показывает сегодня то, что там происходит на земле. Поэтому созрел компромисс, значит, какую-то территорию на какое-то время, на год, на полтора, они, конечно, боевые действия, скорее всего, после разговора в четверг прекратят. Почему я говорю год-полтора? Потому что мне кажется, что осаду главное получить контроль совместный, уже в сороке, по-моему, вошла российская военная полиция, что является для меня как раз знаком того, что компромисс в итоге в четверг будет достигнут. Российская военная полиция должна разделить турок из осадовских войска, это важный момент. Вот, и, естественно, кайвеи должны быть открыты, и будут, наверное, совместные опять российско-турецкие военные патрули, которые будут эти дороги контролировать, их безопасность прохода по ним. Потому что осаду нужно, чтобы между Алеппой, Дамаском и Алеппой, и в атаке была связь автомобильная, это понятный момент тоже, легитимно. Теперь, как долго продлиться, не спрашивайте меня, в моем оценке год, наверное, потому что рано или поздно осад опять начнет, потому что его задача взять весь Эдли под свой контроль, рано или поздно он это сделает, скорее всего, или не сделает, и это война. То есть момент истины просто отодвинется еще на какое-то время, вопрос на какое. Вот, сейчас мы наблюдали, как этот момент истины, как тина такое, болото, вот так вот он засасывает стороны, и Путина, и Эрдогана, и осада, и Иран, всех туда, в эту мясорубку засасывает, а настоящего решения, никто не может принять, что за настоящим решением кроется огромная война, и никто не хочет на эту огромную войну идти. Если можно договориться и отсрочить принятие подобного решения, надо это делать. Но решать проблему все равно придется. И я удивлен, почему стороны до сих пор делают вид, что они решение этой проблемы как бы не готовы сейчас вот к нему прийти. Давайте уже придите к решению, в конце концов, все равно же рано или поздно. Дайте Эрдогану 10-15 километров, оставьте ему это, переслиять туда беженцев, и надо какой-то диалог начинать. Ну, другого варианта я просто не вижу. Диалог. Надо Башару Рассаду все-таки каким-то образом сирийскую оппозицию, настоящую, а не карманную, интерпорировать в государственные структуры. Это болезненно, но мы же видим, что военного решения, если Турция будет дальше стоять за них, то это как бы дорогое, слишком военное решение может получиться. Ну, все же взрослые люди, да, и государство, как бы, они же рационально себя должны вести, верно? А Сан же тоже рациональный. Значит, нужно рационально к этому вопросу подходить. Но опять же, что мы понимаем сегодня, когда слишком такие высокие ставки там в игре? Будем надеяться, что в четверг Путин и Эрдоган договорятся, по крайней мере, бойня на год хотя бы прекратится. Бутик-политик с понедельника по четверг с 4 до 5 вечера сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть 2, с вами Кирилл Задов. Продолжаем разговор о турецко-сирийской ситуации и последствиях для Европейского Союза теперь. Потому как одной из главных угроз, которую Эрдоган бросил на... на кон как бы, да, поставил на кон, это угроза открыть границы для беженцев, и он начал ее исполнять, и уже 130 тысяч беженцев скопилось на границе между Турцией и Грецией, то есть как бы в портах турецких, готовых к отправке, и к массированному переходу границы между Турцией и Болгарией, и Турцией и Грецией, сухопутной границей, которая есть там, вы понимаете, карту, я надеюсь, вы себе представляете, что Турция ограничит, вы понимаете, что Турция ограничит по суше с Болгарией и с Грецией тоже. И кадры уже обошли весь мир того, что происходит, как те мигранты, которые пытаются на лодках доплыть до острова Лесбос греческого, как они по гранслужбе греческой отгоняются реально, как баграми разными способами греческая, как греческие военные корабли просто стреляют по ним, ну рядом с ними, не по ним, а рядом, чтобы они, сворачивая, сворачивая, короче, чтобы не причаливали ни к кораблям, то есть греки не дают им зайти. А я сегодня слышал премьер-министра Греции, который говорит, ребят, мы вас предупреждали, что у нас с Турцией было договоренности, вот Евросоюз так до сих пор нормального решения не принял, Евросоюз у нас составляет с этой проблемой в одиночку, говорит премьер-министр Греции, вот нас, в смысле государства, которые находятся в передовой соседства с Турцией, и болгары, мы и итальянцы, мы находимся на передовой, как бы, мы должны, по идее, получать тогда, получается, большинство, а какое бы большинство мигрантов, а зачем нам это, почему мы лучше, чем все остальные, ну, всю динамику в Евросоюзе по поводу приема беженцев, вы помните, с 15-го года, что происходило, как Вышеградская группа, в частности, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, кто еще одна входит, и Румыния, да, как члены Вышеградской группы, четко сказали, что мы никаких беженцев принимать не будем вообще, вот, и когда Евросоюз пытался какие-то квоты распределить, они очень четко заняли такую жесткую, настолько жесткую позицию они заняли, что Евросоюз начал процедуру их, не то что выведения из состава Евросоюза, но лишение их возможности в Евросоюзе голосовать, и при, по разным ключевым вопросам, вот, и, естественно, замораживать, короче, их членство, грубо говоря, в политическом и юридическом плане замораживать их членство, вот, и процесс идет, это до сих пор, кстати, еще не решено, этот вопрос беседший. Короче, пока не больно, что с этими беженцами будет, в принципе, Эрдоган, что он хочет от Евросоюза услышать, что да, мы тебя поддерживаем, мы осады России и Иран не поддерживаем, мы поддерживаем тебя, так это на словах они и так готовы сделать, как бы, Турция получала от Евросоюза деньги для того, чтобы размещать на своей территории беженцев. Теперь, когда количество беженцев, Эрдогану нужно перед своей нацией, видимо, оправдаться каким-то образом, что если в итоге создастся ситуация, при которой еще миллион в Турцию зайдет, значит, тот миллион, который зайдет, другой миллион с Турции должен выйти, потому что Эрдоган уже много-много-много раз сказал, что его страну не в состоянии принимать еще вообще больше никаких беженцев к себе, это невозможно. И, в принципе, я думаю, что это рациональная вещь такая и слышанная вещь такая. Турция приняла примерно 5 миллионов сирийских беженцев, это немало, друзья. Никто больше такое количество сирийских беженцев не принял. И все страны, которые, кстати, их принимали, из-за этого находятся в очень тяжелой экономической ситуации. Еще Турции повезло, что она экономически развитая страна относительно. Вот. И смогла заключить в Турции определенное соглашение для того, чтобы каким-то образом инфраструктуру какую-то для этих беженцев выстроить. Но, в принципе, главная идея Турции была в том, что рано или поздно эти беженцы должны вернуться назад. Вот. И для этого, в принципе, эта зона безопасности в Идлибе существовала. Буферная зона безопасности и на западном, на восточном берегу Ифрата после операции щиты Ифрата тоже эта зона. Они туда планировали беженцев заселять. Но пока с этим проблемой мы видим. По крайней мере, с Идлибом проблема. Там, на восточном берегу Ифрата, может быть, еще и да. Короче, эта драма между Эрдоганом и Евросоюзом, она еще будет развиваться. Ну и, конечно же, посередине всего этого находятся сотни-сотни тысяч людей, которые, в принципе, виноваты только в том, что они не готовы были жить под осадом, когда шла война. Это дети, конечно, женщины и просто люди, которых сотни-сотни тысяч. Надо все время об этом думать, потому как это в итоге над всеми нами, по большому счету, над всем человечеством, эта ситуация. Это катастрофа, которая им сегодня мир становится, в принципе, свидетелем, а уже продолжается 9 лет. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера Сказал, как обрезал